Спасибо! Скажу словами правоохранителей. По данному факту назначена проверка. Инициатор проведения – президент команды Виктор Сигарёв. Руководитель намерен выслушать обе стороны – тренерский штаб и игроков. Это кадры с одной из последних тренировок. В составе вы не увидите полузащитника Дениса Чудоякова. Именно его увезли в больницу. Сейчас, как говорят медики, здоровью игрока уже ничего не угрожает. Странно, в этой истории тут одно. После того, как футболист упал в обморок, главный тренер настоял на продолжение тренировки. Это припульсится за 200? На следующий день в ситуацию вмешался Виктор Сигарёв. Вот как руководитель видит её развитие. Если, допустим, мы неправы, но тренера неправы, я говорю, что мы – это клуб, да, неправы, значит, мы должны будем как-то потом на будущее изменить методику тренировок или подходы. А главный тренер, я скажу, что это вот точно не самый жёсткий и точно не самый такой-то главный тренер у нас. У нас были тренера, которые там трёхдневные трёхразовые тренировки были, и там они гоняли так их, что это даже присниться не может этим, который сейчас. А вот главный тренер от комментариев отказался. Сослался на неважное настроение. Сейчас Дениса выписали из больницы. В ближайшее время игроков планирует начать тренировки. Между тем, динамовцам осталось сыграть всего один матч в сезоне. Это будет домашняя игра против Омска. Сейчас барнаульцы после крайне неудачного выездного вояжа закономерно рухнули на четвёртое место. Это из шести-то команд в лиге. Зато сколько было амбиций. Как заявил всё то же Виктор Сигарёв, Динамо ставило цель выиграть золотые медали чемпионата. Теперь же хотя бы в призовой тройке быть. Правда, судя по таким вот историям, из Таноси и Небелых в товарищах, то есть команде, явно нет согласия. На этом у меня всё. Эти две с небольшой минуты вы провели вместе со мной, Станиславом Сергеевым. И софетную палочку вновь передаю студию. Главное помните, берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»!